В прямом эфире новости. Вас приветствую я, Екатерина Булучевская. И вот главная тема выпуска. Не прячьте шубы, зима не сдается. В регион вернулись суровые морозы. Надолго ли? Вам любимые? Замечательные, красивые, надежные, верные. Расскажем и покажем, как омечек поздравляли с женским днем. Не вредители, любимцы. Даже вот к таким существам можно проникнуться с самыми теплыми чувствами. Пока одни избавляются от тараканов, другие заводят их, как домашних питомцев. И прерванный полет. Впервые в этом плей-офф матч завершился не в пользу ястребов, что сыграло на руку казанской команде. В Омск вернулась климатическая зима. После продолжительного тепла столбики термометров резко упали до минус 20. И это по факту. А по ощущениям на улице намного холоднее. Виной тому порывистый северо-восточный ветер и высокая влажность. Температура продолжит падать уже сегодня ночью. По прогнозам синоптиков ожидается 32 градуса ниже нуля. Суровые морозы, судя по данным метеослужбы, в регионе задержатся надолго. Потепление прогнозируется только в следующую среду, 16 марта. В МЧС также предупреждают о метелях и гололеде. Водителям советуют быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Печальная новость стала известна о первом МЧС, погибшем в Украине в ходе спецоперации погиб капитан Артем Дмитриев. Траурная церемония и похороны МЧС состоялись накануне. Губернатор Александр Бурков направил матери погибшего телеграмму, пожелав сил и выдержки. Примите искренние соболезнования в связи с гибелью вашего сына Артема Юрьевича во время выполнения специальной военной операции в Украине. Как истинный патриот своей страны, он до последней минуты оставался верен служебному долгу и офицерской чести. Вечная память капитану российской армии Артему Юрьевичу Дмитриеву. Конец цитаты. Коллектив 12 канала присоединяется к соболезнованиям. Не смог скрыться от стражей дорог. Госавтоинспекторы, которые дежурили на трассе Тюмень-Омск, задержали нетрезвого водителя большегруза. Автомобиль неуверенно двигался по проселочной дороге и сильно петлял. Это и привлекло внимание правоохранителей. Они остановили транспорт и выяснили, что находившийся за рулем 38-летний Амич пьян. В случае фальсификации выдоха будет зафиксирован отказ от прохождения свидетельствования. То есть, если не сделать, полноценный выдох. Смотрите, нажимаю старт, проверка воздуха сейчас идет. Нажимаете плотно губами и долго дуете. Дуете, 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 дуете. Сильнее, 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 сильнее. Алкотестер показал, что мужчина пьян. В этом признался и сам водитель молоковоза. Итог поездки на Амича завели административное дело. Теперь за вождение в нетрезвом виде веселому молочнику грозит штраф в 30 тысяч, а также лишение прав. Кроме того, наказан рублем. Мужчина будет из-за отсутствия страховки. Пожелали любви, улыбок и радостных событий с Международным женским днем сотрудниц родильного дома номер 5 и всех Амичек поздравил Игоря Антропенко. Депутат Госдумы вместе с активистами волонтерского центра «Единой России» 8 марта посетил роддом, на базе которого осенью открыли ковидный госпиталь. Сотрудницы медучреждения находятся на своем посту даже в праздничные дни, поэтому волонтеры решили зарядить врачей хорошим настроением. Единороссы вручили дамам цветы, открытки и сладости к чаю. Вы у нас замечательные, красивые, надежные, верные, классные профессионалы. Тем более сегодня вы на боевом посту работаете в этот праздничный выходной день. Вам счастья, добра, благосостояния и удачи. А вот активисты региональных волонтерских организаций особенным образом с Международным женским днем поздравили врачей и медсестер онкодиспансера. В рамках акции «Вам, любимые» им подарили сотни цветов и теплые слова благодарности за самоотверженный труд. Что символично, выстроились волонтеры буквой «З» отмечают сотрудники медучреждения и уже два года защищают о мече от коронавируса. Многие встретят праздник на боевом посту, поэтому так важно поднять им настроение. Время сейчас непростое, да, со всех позиций. И на сегодняшний день для всех медиков очень важна поддержка в любой форме, в любом виде. И сегодня видели, да, счастливые глаза наших девушек, которые получили цветы. Они трудятся, не покладая рук, уже продолжительное время. И им очень приятно, что волонтеры, которые бок о бок помогают им также при работе, вручили им цветы. У православных верующих начался Великий пост, он считается самым строгим. Полностью запрещена мясная и молочная продукция, сливочное масло, яйца, сдобный хлеб, выпечка. Больше всего ограничений в первую и последнюю неделю. Но, как говорят представители духовенства, главное вовсе не отказ от определенных продуктов. В первую очередь следить нужно за эмоциями. Унывать, злиться и таить обиды нельзя. Простить всех, кто вас обидел, и простить, и вы, чтобы просить и у тех тоже прощения, чтобы стараться вот в посту не осуждать никого. И делать такие дела, которые найти не только на нарушение пост в пище, потому что пища это для тела, а вот воздержание своего языка, своего глаза, своего зрения, своего мысли, это уже наша душа, наши мысли на работу. Продлится Великий пост семь недель и завершится на Пасху. В этом году православный праздник выпадает на 24 апреля. Признание в любви под аплодисменты со сцены. В галерке в Международный женский день поздравили представительниц прекрасного пола премьерой. В театре поставили бессмертную комедию Мольера Дон Жуан. Создатели спектакля бережно отнеслись к классике, сохранив авторский текст без изменений. А вот актер Александр Андрианов для исполнения главной роли Дон Жуана полностью преобразился. Он похудел и из шатена превратился в блондина. В 2017-м Александр Андрианов стал лауреатом областного конкурса фестиваля «Лучшая театральная работа», получив специальную премию в номинации «Дебют». По словам актера, роль Дон Жуана для него новый вызов в профессии. Дон Жуан – это высота, это величина, это огромная скала, к которой было страшно сначала подходить. Но я чувствовал в себе внутренние силы того, что если я распределюсь, я на нее заберусь. И сейчас за то, что происходит на сцене, на площадке, мне вообще не стыдно. Дон Жуан – это реально существовавший персонаж. И на вот эту некую легенду его было написано очень много материала. Тирса де Малина, Мольер, Байрон, Пушкин. И он везде разный, он везде как бы у каждого свой. Удастся ли великому соблазнителю покорить сердца зрителей? Следующий показ спектакля «Дон Жуан» на сцене «Галерки» состоится 25 марта. Шоу должно продолжаться. Омский «Авангард» впервые уступил Акбарсу в текущем розыгрыше плей-офф. На четвертую встречу серии Боб Хартли оставил в запасе на Илья Купова. Вместо него на лед вышел Владимир Брюквин. В остальном состав Амичей изменений не претерпел. Уже традиционно счет в матч открыли ястребы. Бросок Никиты Сошникова из-под защитника застал врасплох казанского голкипера 1-0. Барсы ринулись спасать положение. В середине стартовой 20-ти минутки восстановили равновесие. Шайба на счету Ильи Сафонова. Во втором периоде казанцы впервые в серии вышли вперед по ходу матча. Минимальная разница на табло держалась до 56-й минуты, пока Кирилл Семенов точным броском не перевел встречу в овертайм. А нападающий гостей Дмитрий Когарлицкий прошил грубиться и установил итоговый счет 2-3 в пользу Акбарса. Счет в серии 3-1. Следующий матч состоится уже завтра в Казани. 12-й канал покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 22.15 по омскому времени. И еще о хоккее. Определился соперник омских ястребов по первому раунду плей-офф МХЛ. В 1-8 подопечные Виталия Черночуба сыграют с мамонтами Югры. В заключительном туре регулярки ханты-мансийцы обыграли сибирских снайперов и финишировали на третьей строчке, что позволяет им начать серию на домашнем льду. У мячей была неделя, чтобы подготовиться к играм на вылет. Команда тренировалась два раза в день в режиме «Лед-Земля». Отмечу, что на тренировках с молодыми нападающими делился опытом и игрок омских крыльев Александр Свитов. Насколько это повлияет на результативность ястребов, узнаем уже завтра. Встреча начнется в 20.00 по омскому времени. Трансляция будет доступна на YouTube-канале Молодежной хоккейной лиги. Команда в чем-то похожа на нашу команду. Играет атакующий хоккей, много забивает, но и также пропускает. Все матчи с ними были результативные. Счета по 7-8 шайб в каждой грех забивалось. Мы плохо будем биться, бороться. Хотя, конечно, опыта у нас нет. Не у меня как тренера, а не у пацанов в 80%. С чего-то надо начинать. Микротрамм хватает. Несколько игроков мы не досчитались. По большому счету, те, кто у нас был в обойме, и остались. А сейчас время хороших новостей. Спонсор рубрики ИП «Ефременко» Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов». Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Сегодня по всему миру отмечается День домашних насекомых. Последние годы тараканов, муравьев и даже палочников все чаще заводят в качестве питомцев. Уход в разы проще, чем за собакой или кошкой. Да и вопреки стереотипам, с ползучими любицами тоже можно общаться. Никита Гайдаш побывал сразу в двух точках Омска, где насекомые чувствуют себя как дома и узнал, за что их любят омичи. Типичный лесной вид, так же, как это мадагаскарские, в жилищах не селятся. Достаточно эффектные. Вот взрослая усыпь с крыльями. Аргентинские тараканы – одни из немногих представителей насекомых в коллекции детского экоцентра. Их здесь всего несколько видов. Но, безусловно, самые эффектные – анамские палочники. Они идеально маскируются под ветки и растения. Увидеть их среди зелени почти невозможно. Идеальная защита от хищников. Впрочем, даже палочники бывают самыми разнообразными. Сейчас масса других видов палочников на рынке, гораздо более эффектных. Размеры, форма тела. Некоторые, похоже, допустим, идеально имитируют ветку с шипами розовую. У некоторых очень эффектные крылья разноцветные. Пожалуй, главный минус насекомых, как домашних животных – отсутствие прямого общения. Но не для фанатов этого дела. Многие предпочитают наблюдать за их жизнью. Яркий пример – муравьиные фермы. Хозяева ползучих питомцев ухаживают за ними, несмотря на не самое приятное первое впечатление от внешнего вида таких любимцев. Оно, говорит заведующая зоопарком Евгения Кистенева, обманчиво, как и в жизни. Люди-то они не всегда первое впечатление называют, то, которое хотят. С тараканами, конечно, сложнее, но, тем не менее, добиться симпатии, или не симпатии, или хотя бы спокойного отношения аудитории к этому объекту удается почти всегда. Тараканов здесь разводят не только для впечатлительных гостей, но и для любимых питомцев. Те виды, которые можно встретить даже на собственной кухне, здесь, в экоцентре, отправляются на корм сурикатом, цаплям и обезьянам. Опытные киперы, а именно так называют владельцев и животных, и насекомых, утверждают, что даже вот к таким, не самым, на первый взгляд, приятным существам можно проникнуться самыми теплыми чувствами. Несмотря на то, что мадагарскарский таракан один из самых крупных видов, в то же время один из самых миролюбивых и беззащитных, нередко сам становится добычей для хищников, а защищаться может только с помощью грозного шипения. В этом зоопарке на Левобережье насекомые новоселы. Террариумы, в которых они живут, здесь появились совсем недавно. Любимцы малышей – палочники, причем здесь их целых два вида. В уходе неприхотливы. Важна влажность, температура, а в качестве питания – обычные листья. Мы заготавливаем корм, и тоже нет проблем здесь, если правильно содержать, определенную влажность поддерживать в террариумах, то насекомые хорошо будут себя чувствовать. Директор зоопарка говорит, что привязаться к таким необычным питомцам легко, если есть интерес к природе и всему живому. Нужно лишь попробовать полюбить палочника или таракана, узнать о нем побольше, изучить привычки и начать ухаживать. А любовь обязательно придет. Главное – желание. Когда мы ему все эти условия обеспечиваем, видим, что он растет, что хорошо с ним все, что он красивый. Вот это как раз общение наше с ним, оно и развивает эти чувства. Главное преимущество насекомых в качестве домашних животных – им не нужны прогулки, отсутствие шерсти и целая мебель. Конечно, мадагаскарский таракан или филиппинский палочник может сбежать из своего логова. Но чтобы этого не произошло, достаточно купить ему специальное жилище в зоомагазине. И самое простое – вовремя кормить и следить за условиями, в которых живет ваш питомец. И тогда он точно будет чувствовать себя как дома. Никита Гайдаш, Андрей Кузьмин, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях – ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Автоцентр «Барс Автоэксперт». Быстрый выкуп автомобилей с пробегом. Вторая кольцевая 34. Телефон 99-27-84. Кастроли продлены. Только до 20 марта. Шоу-гидер, 5 континентов. Автосалон «Автобан». Выбери свой проверенный автомобиль с пробегом. Коммунальная 2, корпус 1. Если радио, то максимум 105FM в Омске. Спонсор прогноза погоды – ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Сегодня 9 марта в городе облачно с прояснениями. Днем 13-17 градусов ниже нуля. В районах также облачно. В дневные часы термометры покажут 17 градусов холода. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Если хочешь летом богатый урожай, ты весной теплицу со скидкой покупай. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у Кит интерьера и континента. Телефон 50-50-23. Далее местные жители с Оксаной Савочкиной. Ну а следующий выпуск новостей в 14 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова